Поскольку речь идет о человеке, имеющем российского гражданства, но действующего в интересах Азербайджана и Турции. И такие случаи уже были. Из России уехал не то, что вот какой-то там, в Архангельске, а некто Раса Галаров и его сын Эмин. После известной истории, да, с терактов к Рокусе, но он вот покинул Россию. Вопрос заключается в том, что ухудшение отношений с Азербайджаном, неизбежное отношение с Азербайджаном, и не смотрите на то, что Путин туда с визитом ездил. Ухудшение отношений с Азербайджаном, прежде всего, из-за поведения как азербайджанского бизнеса, так и азербайджанских бандитов в России на бытовом уровне, не приведет к улучшению отношений России и Армении. Отношения России и Азербайджана будут ухудшаться вследствие того, что Азербайджан, как и Армения, уходят от России. Многие представители диаспоры ведут себя неподобающим образом. Ну, видимо, еще какие-то чисто криминальные вещи могли быть, потому что часть представителей азербайджанской диаспоры – это чистый криминал. Они могут, знаете, с политикой быть не связаны, но быть чистым криминалом. Но здесь есть такой элемент, что да, многие представители азербайджанской общины являются прямыми агентами Турции. Ну, а как по-другому? Да, а чьими агентами они могут быть? Естественно, что в этих условиях, в условиях того, что Азербайджан подозревают в вооружении Украины, что представители азербайджанской общины неоднократно выражали нелояльность к России в том, что критиковали специальную военную операцию и нападали на ее участников. Естественно, реакция на это последует. Сейчас немирное время, естественно, смотрят на поведение этой общины. Тем более, когда сам Азербайджан уходит на запад. Или, как минимум, уходит от России. Вы смотрите, только Путин ездил в Азербайджан, поэтому, значит, Россия решила с Азербайджаном дружить. Но это не так. Не азербайджан с Россией дружить не собирается, но и Россия понимает, что азербайджан с ней дружить не собирается. Для Путина главное продать газ Европу. Каким образом это сделать? Ну, значит, чтобы Азербайджан весь свой газ продал Европу, Россия бы заместила Азербайджану в тот газ, который он продал Европу. Вот и все. Для России, по-прежнему, принципиально продать газ в Европу. Хоть каким-нибудь способом. И вот за этим Путин, прежде всего, и ездил. Об этом, знаете, договаривался и с Индией. А Индия страна вам достаточно дружественная. Вопрос, чтобы продать газ Европы, Эрдоган ему нужен, главным образом, для того же самого.